Показатели улучшаются, острые проблемы не теряют актуальности. Так, можно резюмировать отчет в РИО начальника Орловской полиции Трофима Шудько. В настоящее время в взаимодействии с прокуратурой области следственного управления Следственного комитета УФСБ осуществляется комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых лиц по 4 нераскрытым убийствам, 7 фактам причинения тяжкого вреда здоровью, 18 разбоям, 119 грабежам и другим преступлениям. Принимаются дополнительные меры по предупреждению о раскрытии краж. Всего их зарегистрировано 4815, это почти 41% от общего количества совершенных преступлений. Продолжил тему прокурор области Иван Полаэктов. Чиновниками смешивается понятие службы и бизнеса, не соблюдается установленное законом ограничение, расходы не соответствуют фактическим доходам. Важно пресекать так называемую бытовую коррупцию, с которой люди сталкиваются повседневно, и президент это подчеркивал. Особое внимание ликвидации долгов по заработной плате. В прошлом году работа в этом направлении была результативной. Погашена задолженность более чем на 125 миллионов. Проблемы по-прежнему у завода Дормаш. Если бы не Дормаш, мы вообще бы сейчас были на первом месте по отсутствию задолженности. Но вот Дормаш нас так подкачал, мягко говоря подкачал. И с предприятием этим, вот с этим предприятием надо заниматься. Что произошло собственно? Почему предприятие, которое достаточно неплохо работало, имело заказы, превратилось, вошло в такой цикл, когда, ну, просто свалилось за очень короткий промежуток времени. Вот здесь, Иван Васильевич, вот здесь я знаю, вы занимаетесь этим вопросом, но надо и какой-то нам для общественности, чтобы людям объяснять, что за это предприятие-то боремся. Затронули на совещании тему обеспечения дорожной безопасности. В 2015 году сократилось количество ДТП и погибших на дорогах. Серьезная проблема – нетрезвые водители. Ситуация требует жестких мер и решений, сказал губернатор Вадим Потомский. Пьяные ездят только тогда, когда убеждены в том, что вопрос решат. Если вдруг их остановят. Это вопрос самой глубочайшей коррупции. Поэтому здесь на это нужно обратить самое серьезное внимание на этот вопрос. Убеждены, что если остановят пьяного, отпустят, договорятся, значит, выпивают в следующий раз, садятся за руль и едут. И только тогда, когда влетают в ДТП, не дабы с какими-то последствиями, тогда вопрос это выясняет, что человек был в нетрезвом состоянии. Зачастую это очень большое количество смертей. Дорожные планы этого года подкреплены беспрецедентными средствами, сказал губернатор. Мы в этом году, учитывая, что у нас 450-летие города Орла, будем вкладывать самое большое количество денег за всю историю города в дорожный ремонт. При этом я очень прошу, чтобы весовой контроль на самом деле начинал работать. Мы сейчас дороги отремонтируем. Порядка, не секрет, около 700 миллионов мы сегодня с Вадимом Александровичем подсчитывали и с Ремейом Александровичем. Это 700 миллионов в этом году, не дополнительно, а в целом 700 миллионов только вложим в дороги города Орла. Прозвучало на этом совещании название медучреждения, попавшего в начале года в список проблемных. Это перинатальный центр. Положение в перинатальном центре абсолютно правильно было принято решение его закрыть и приведение его в порядок. Я пока ничего озвучивать не буду, но то, что там происходило, это все неправильно, это надо исправлять. Это опять из-за определенной безнаказности, и в этом есть наша вина. Потому что мы должны были, Александр Анатольевич, контролировать перинатальный центр в полном объеме. И все эти предписания, все те замечания, которые ранее были высказаны руководству перинатального центра, они должны были нами прослежены, выполнили их или не выполнили. А их не выполнили. Фактически в полном объеме. Ряд поручений касались юбилейной темы. Объекты 450-летия по-прежнему под особым контролем губернатора лично. Я вчера посещал в очередной раз многофункциональный медицинский центр. Вопросов там более чем достаточно. Я знаю, что материалы у правоохранителей есть. Этим центром надо будет заниматься более досконально, потому что то, что я вижу, и вчера принял решение демонтировать все то, что было построено до этого, по отделке, потому что то, что было сделано, медицинским центром это будет назвать нельзя. Принять его в эксплуатацию после таких отделочных работ, которые были произведены, просто запрещено всеми санитарными нормами и правилами. В повестке дня совещания еще один вопрос. Профилактика подростковой преступности. Безопасность орловчан. Эта задача общая подытожили представители власти и силового блока. На этом совещании они поздравили Эдуарда Облязова, главе наркоконтроля. Присвоили звание генерал-майор. Наталья Певтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.